Всем привет, ребята! Я безумно рада вас снова всех видеть на своем СМР-канале. С вами Лиса. Сегодня у нас не совсем обычное СМР-видео, потому что я в гостях у своих родителей. Это безумно радостное для меня событие. Я планировала эту поездку, и вот я уже почти неделю здесь. И сегодня я снимаю видео с едой своего детства. Это вареники с лишним, ребята. И здесь у меня сметана, смешанная с медом. Мы обычно именно с таким соусом ели это блюдо. Это очень вкусно. Простите меня за, возможно, недостаточное освещение, потому что вести с собой софтбоксы я, естественно, не смогла. А у меня была и так вся сумка забита фотоаппаратом, штативом, микрофоном, маской. Ну и поскольку у нас сегодня такое видео, можно сказать, на выезде, я решила говорить в полголоса, а не шептать. Ну, для разнообразия вам опять-таки. Ну что, давайте начнем, потому что я очень-очень голодная. Всем приятного аппетита, ребята. Сейчас покажу вам поближе. Мама только что мне их сварила. Как бы он у меня не грохнулся, конечно. Видите, моя мама, как у настоящей хозяйки, всегда есть в доме и пластиковые вилочки, и пластиковая ложечка, и красивая пластиковая тарелочка. Ну что, попробуй теперь мой хозяйчик. Ребята, это вкус детства просто. Обожаю вареники с вишнями, просто обожаю. Когда я была маленькая, мама моя лепила прям вот их много-много-много. Мы их варили и раскладывали на таком большом блюде. Они очень вкусные, на самом деле, когда они немножко остынут. В идеале, в принципе, вообще холодными. Их тоже вкусно есть. И вот они стояли на столе, и я периодически там целый день бегала и могла себе схватить один-другой варенчик. Ну, это было так вкусно. Упс. Ой, что там на этом-то? Шелкнуло. Нет, не сломала. Очень вкусно. Напишите мне в комментариях ниже, любите ли вы вареники. А если да, то с чем? И вообще с каким блюдом у вас ассоциируется детство? Это очень интересно. Лишь мне там уже без косточек. И поэтому можно кушать, что не бояться. Сейчас сломается зуб. Что это такое? Знаете, я давно уже такая взрослая, взрослая девочка. Ну, еще не совсем старая, но такая серьезная женщина. Когда я приезжаю к родителям, я опять чувствую себя маленькой. Вот такое прекрасное чувство. я, наверное, всегда так буду себя чувствовать рядом с мамой и папой, сколько мне не было лет. Я очень доведу тем людям, которые живут, скажем так, в шаговой доступности своих родителей. А если не в одном городе, то хотя бы в одной стране. вам повезло, вы сейчас липчики, если это так. К сожалению, я сейчас живу с родителями в разных странах. Понятно, что мы поддерживаем контакт. Я каждый день разговариваю с мамой по телефону. Ну, телефонное общение это одно, а в живую совсем другое. Поэтому я использую всегда любую возможность, чтобы к ним приехать. поскольку сейчас зима, но они живут южнее, чем Москва, намного южнее. Но все равно тут погода такая не очень. А я, походу, вожу за собой пасмурное небо и снег, потому что я уехала из Москвы. и там уже четвертый день солнца. А приехала к родителям и вот у них уже который день пасмурно. Поэтому особо не погуляешь. Но все равно мы вот занимаемся какими-то послужно простыми вещами. Там смотрим старые любимые фильмы, разговариваем, пьем чай. Ну, я так счастлива. Это больно, когда есть такие варенчики. Мама к моему приезду наварила еще холодцам. Ну, раз уже у меня АСМР-рытинка канал, то говорим преимущественно о еде. Вот. Но поскольку видео с холодцам у меня уже есть, я решила, что будет интересно, если вы посмотрите на мои любимые вареники с виснями. Они такие сочные, ребята. Ну, это что-то с чем-то. А если вы не пробовали никогда вот так смешивать сметану с медом, рекомендую попробовать. Это очень вкусно. Компот Видите, даже стаканчик такого же цвета, как тарелочка. Ау. Я единственное жалею в том, что время почему-то там быстро бежит. Я только приехала, и мне уже скоро уезжают. Все, грустно. Все, грустно. Последний. Надо было больше варить. Спасибо вам, мои хорошие, что вы смотрели это видео. Если вы тоже любите вареники так же, как и я, не забудьте поддержать меня лайками. И обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что впереди еще куча всего интересного. Я вас люблю. Пока-пока.